Добрый вечер всем. В первых страхах поздравления с замечательным праздником Победы в шестидневной войне, когда, как говорится в псалме царя Давида, город, который был разделен, он соединился вместе, и можно говорить о том, что соединился Иерушалаем верхний и Иерушалаем нижний, а можно говорить, что его две части, как бы нижние разделенные города, соединились в одну, и это одно и то же, потому что Всевышний сказал, что я не войду в Иерушалаем верхний, прежде чем я войду в Иерушалаем нижний. И естественно, что для того, чтобы Всевышний вошел в город, нужно необходимо... его единство, так как божественное присутствие всегда проявляется через единство. Пророки предсказывали этот день, скажем, если мы попытаемся соотнестись с ним через мудрецов Торы, то Раф Минахин Кашер, его, к сожалению, уже нет в живых, он написал оценку всего происходившего в шестидневную войну и о том, какое оно имело значение. Он соотносит события шестидневной войны с очищающими водами, о которых говорит пророки Хискель. Он говорит о том, что будет светение земли, и что Всевышний соберет народ на земле Израиля и только затем выплеснет воды очищающие. И мы всегда представляем себе, что воды очищающие – это может быть какой-то дождь или какой-то свет. Раф Минахин Кашер говорит о том, что это шестидневная война, это чудо, которое должно было нас вернуть ко Всевышнему, весь народ. И понятно, что всегда у человека остается свобода выбора. Наверное, мы этой свободой выбора воспользовались не лучшим образом. Я думаю, что придет время, когда про наше поколение будут спрашивать, так же, как иногда спрашивают про людей, совершивших исход из Египта и перешедших через море. Неужели они не видели чудо Всевышнего? Неужели они не видели, что волны встали справа и слева от них, раступились? Неужели они не видели, что они идут по суше? И когда вышли на берег моря, они не сказали песню Всевышнему, а занялись своими делами кто чем. И большинство из них начало собирать драгоценные камни, которые выплеснули волны, сорвав их с колесниц египтян, выплеснули их на берег. Вот мне кажется, что мы тоже похожи на то поколение, которое не заметило великого чуда. Однако Всевышний делает свое дело, и все, что делает Всевышний, оно вечно, оно неистребимо, оно не уходит обратно. И если мы не осознали сразу, то мы осознаем, наверное, за долгие годы, сколько потребуется времени. То, что в 67 году Всевышний сделал для нас чудо, сравнимое с теми чудесами, которые происходили, которые описаны в Танахе, происходили во время завоевания Яшуа, земли Израиля. Происходило то, что предсказано в Торе, когда вы малым числом погоните большое число. Все эти чудеса произошли для нас, и они должны были сыграть роль очищающей воды, чтобы мы поняли, осознали, что Всевышний с нами, что Он любит нас, что Он ведет к определенной цели. Но все это осознание, к сожалению, не совсем пришло к нам. Однако, так или иначе, мы движемся к тому, чтобы водоочищающие оказали на нас влияние. Мне кажется, что нам, выходцам из бывшего Советского Союза, особенно важно это понимание, потому что наше движение по жизни, особенно наше духовное движение, оно является ничем иным, как продолжением шестидневной войны, которое запустило в мире определенные процессы. Не только наше, конечно, движение, и американских евреев, евреев в Галуте, во всем мире, для того, чтобы представить себе масштаб чуда, которое до сих пор, может быть, не до конца изучено, можно представить себе, что Хевра Кадиша, то, что называется Хевра Кадиша, религиозные люди, которые занимаются похоронами, получили от правительства Израиля накануне шестидневной войны, когда было понятно, что собирается против нас весь арабский мир, получили задание, поручение приготовить десятки тысяч могил. В Израиле на кануне шестидневной войны ходила такая грустная шутка, или, можно сказать, черный юмор. Последний, кто выйдет, пусть погасит свет. И на фоне вот этих приготовлений, на фоне такого черного юмора можно представить себе величие, чудо, чудо спасения. И, конечно, все рассуждения по поводу того, что является ли этот день особым или не является особым, и нужно читать хвалебные песни Всевышнему, или не нужно читать. И с благословением, или без благословения, они представляются совершенно абсурдными, неосновными ни на чем, и исходят из глубокого непонимания того, что человек дает отчет не только за то, что он сделал, а за то, что он не сделал. И на одной чаше бесов лежит запрет говорить напрасное благословение, а на другой чаше бесов лежит не увидеть чудо, не признать его, и не выразить благодарность Всевышнему. Вот пусть каждый человек взвесит, и каждый решит по-своему. Галактические авторитеты приводят те самые разные соображения, которые, на мой взгляд, не имеют сегодня почти никакого значения. Либо ты встаешь и говоришь благодарность Всевышнему, либо ты видишь это чудо, либо ты являешься его частью, либо ты так или иначе присоединяешься к тем людям, которые это чудо не поняли, и до сих пор работают на то, чтобы делать все возможное, чтобы это чудо уничтожить, чтобы его нивелировать, чтобы вернуть территории, как они называют, оккупированные арабам, чтобы храмовую гору окончательно передать в руки арабов, то есть все, что, как бы весь результат шестидневной войны, свести его на нет. И как бы здесь нету середины. Либо ты говоришь благодарность Всевышнему от всего сердца, либо ты или так или иначе с другой стороны находишься в другом лагере. Вот это такие предварительные слова, которые хотелось сказать. Я не буду возвращаться к книге Схарья о совершенно явных предсказаниях шестидневной войны, в которой мы с вами говорили не один раз. Я писал не одну статью. Мы с вами после этого введения мы перейдем к нашей теме книги Кагелет, Экклезиаст, и поговорим с вами о царе Шламо, о его мыслях, намерениях, которые он отразил в этой книге. Итак, я вот открываю, наверное, то, что мне нужно сделать, это нужно сделать «Share». Сейчас одну секунду. Так что я открыл лист, а вспомнил, что я «Share» не сделал. И спрашиваю вас, видите ли вы лист на экране. Видно, да? Замечательно. Мы берем с вами начало книги Кагелет. После такого грустного заявления книги Кагелет, что все является паром, пара-пара, все пар. Как мы с вами говорили, есть, можно здесь в скобках заметить, есть цикабалистическое соотношение с этим понятием пар, который вводит царь Шламо в своей книге Кагелет. И Каббала, если так можно сказать, я не очень люблю это слово, ну, давайте возьмем условно. Вот Каббала говорит о том, что есть речение человека, речь человека. А когда человек говорит, и он находится где-то на холоде, то идет пар. Вот, говорят, мы так можем представить себе и речение Всевышнего при сотворении мира. Есть его речь, мир сотворен словом, Всевышний произносит, это десять речений, которыми закладываются основы всего мира, а при этом еще идет пар из уст его. И весь мир, говорят, что основа его – это пар, который идет из уст Всевышнего. Если не вдаваться в подробности терминологию каббалистическую, которая не всегда помогает, а просто представить себе в общем, как некоторые поэтические образы, то мы можем понять, что речь, она всегда так или иначе, она как бы снаружи. Говорят, что мысль из ученой есть ложь. Ну, не ложь, но не может полностью отразить то, что хотел передать человек. Можно также сказать и в какой-то степени про Всевышнего, что он не столько не может, как не хочет раскрыть все, потому что мир материальный, он является сам по себе миром скрытия, и речь его в каком-то смысле, она также является силой, силой скрытия и раскрытия, с одной стороны, а с другой стороны, и скрытия, как бы не все раскрывается, раскрывается или не все раскрывается сразу, но есть еще пар, пар, который исходит из уст и как бы является отражением, является отражением тепла, того, что как бы окружает речь, окружает слово и отражает внутреннюю, внутреннюю сущность, внутреннюю сущность творения, которая не нашла напрямую, по крайней мере, свое выражение в слове, в словах пар, как мы с вами говорили, образ духовного мира, тот, который невозможно ухватить рукой, да, и не нужно пытаться предстоить его себе, хватать рукой, потому что в духовном мире действуют совершенно другие правила, а тот, кто пытается ухватить, от того духовность удаляется. Но это в качестве напоминания немножко расширение нашей темы. Ну, а теперь мы с вами посмотрим третье предложение из первой главы. И здесь Кагелет, или, как говорит, царь Шламо, он говорит, «Ма и тарон ле адам, какая польза человека, бехол амало, во всяком труде, шиямоль таха да шимиш», в котором он трудится под солнцем. Мы уже понимаем с вами, что печальные слова царя Шламо, полные пессимизма, они фактически содержат в себе некоторый шифр, и этот шифр можно прочитать. Так, я напомню вам, мы с вами прочитали, что когда царь Шламо говорит, «Ве мутара адам миа биима айн», что преимущества человека над скотиной нет его, мы с вами взяли понятие айн, как понятие бесконечности, как понятие, скажем, такого стремления ко Всевышнему, выхода за пределы материального мира, и совсем по-другому прочитали это предложение, что у человека, да, есть преимущество над скотиной, это преимущество называется айн, стремление к бесконечности, связь с бесконечностью. Вот то же самое и здесь. Какое преимущество человека во всех его трудах. И мы берем с вами слово «ма», да, какое преимущество, и мы с вами тут же вспоминаем, что «ма» по гематрии, по сумме числовых значений букв, входящих в это слово, оно составляет 45. Да, «мэм» — это 40, и «гэй» — это 5, да. Дальше мы с вами можем представить себе, что 45 — это гематрия слова, гематрия слова «Адам». Более того, да, опять же, условно говоря, да, в каббалистических книгах говорится, что 45 — это гематрия имени Всевышнего, в том случае, если мы расписываем, в том случае, если мы расписываем каждую букву, да, мы берем с вами имя Всевышнего, здесь я «гэй» заменил на «куф», хотя записать имя Всевышнего можно, его нельзя стирать, стирание на компьютере не считается, не считается стиранием, да, вот, как бы ни в коем случае не считается стиранием, но, тем не менее, из уважения к имени Всевышнего, я просто «гэй» заменил на «куф», да, и теперь, если мы с вами, если мы с вами берем и расписываем каждую букву, «юд» мы расписываем как «юд», «вав», «далет», «гэй» мы расписываем как «гэй», «алев», есть разные возможности расписать, но мы выбираем с вами «алев», да, то, что нам нужно в данном случае, то, что соответствует Адам, мы берем букву «алев», берем «вав», расписываем как «вав», «алев», «вав», и берем еще раз «куф», «гэй» и расписываем как «гэй», «алев», Нетрудно посчитать, что мы в сумме получаем 45. То есть 45, оказывается, это имя Адама, очень высокое, которое является производной от имени Всевышнего, разверткой имени Всевышнего, Ма. Теперь мы можем с вами вспомнить, что слово «магут» – качество, а может быть даже сущность, можно сказать. Сущность, оно образовано от слова «ма», «магут». Само в себе, это слово, намекает на то, что сущность раскрыть очень-очень трудно, очень-очень трудно раскрыть сущность. Вообще, может быть, это возможно. Кант, как вы помните, ввел по понятию «вещь Всеверсу», что сущность ни одного предмета, ни одного понятия нераскрываема. Сама в себе сущность является каждого, скажем, каждого понятия является трансцендентной. И вот здесь, в иврите, этот момент отражен очень хорошо. Сущность – это «магут», вопрос «ма», который задается постоянно и на который нету полного ответа. Но мы с вами держим в голове, пытаемся представить себе, что «ма» – это человек. Человек, который призван задавать вопрос. И в этом есть его сущность, сущность человека. Из книги Зова мы с вами можем представить, что существует два вопроса. Существует вопрос «ма» – «что» и вопрос «ми» – «кто». И, может быть, мы в дальнейшем чуть-чуть посмотрим, как подойти к вопросу «кто». Но пока мы с вами держимся в этой плоскости вопрос «что» и пытаемся представить себе, как этот вопрос «что» связан с Адамом. Для того, чтобы понять сущность человека, сущность – это фактически то, для чего человек сотворен, его предназначение. Очень интересно, что на иврите слово «шем» само по себе, оно, в общем-то, отражает цель «ле шемма». Зачем, говорим мы, да? Во имя, во имя чего? Вот как, может быть, на русском более-менее эквивалент такой «ле шемма», во имя чего? На иврите «шем» очень сильно направлено как бы вот в сторону сущности. Сущность и цель, целька, цель как сущность, ради чего сотворен человек. Вот это и есть его суть и его сущность. Так вот, мы начинаем догадываться, что человек сотворен для того, чтобы задавать вопрос «ма», что это? Может быть, он придет и к вопросу «ми», кто это? Но изначально это вопрос «ма». И мы уже понимаем, что предложение царя Шламов, Кагелет, нужно читать так. «Ма» – это есть преимущество человека во всех его трудах. Сам человек, есть преимущество человека во всех его трудах. Человек создает сам себя своим трудом. В каком смысле? В каком смысле? Не дай бог, не приблизиться к такому понятию, как труд создал человека, труд освобождает. Не дай бог, совсем-совсем-совсем по-другому, совсем в ином плане, совсем в ином ракурсе. И вот мы с вами видим, как определена цель человека в Торе. Открываем мысль на книгу Герешит, в первой главе, и мы говорим с вами, да, «Воевал их Утам и благословил Всевышний, их человека, Адама и Хаву, благословил их Илоким, байом Ирлаем и сказал им Илоким, пру урву, плодитесь и размножайтесь». Вот это как бы всегда на этом ставится акцент, но есть дальше, есть дальше. «Умилуя, да, Авицы, наполните землю, наполните землю, землю Викившуа, и овладейте ею, урду витгат аям, и правьте рыбами морскими, и птицами небесными, и всякими, и всякими зверями, всяким зверем, который присмыкается на земле». Что это значит, овладеть землею? Что это значит, править птицами морскими и даже рыбами, птицами небесными, и животными, и даже рыбами в воде? Что это значит? Это значит, что человек создан как материя и душа, да, и материя, как мы понимаем, она подталкивает к одному, а душа тянет человека к другому, и задача человека – преодолеть материю. Преодолеть материю, которая подталкивает его к таким простым, иногда низменным устремлениям, желаниям, которые заставляют его мир увидеть ограниченным, заставляет мир увидеть как средство удовлетворения своих потребностей, то есть склоняет его к лоне в сторону эгоизма. В этом плане нужно преодолеть материю, материю, материальный мир, и, как мы видим, животный мир также нужно преодолеть. Попробуем представить себе, как это делал человек. Мы помним, что человеку, да, мы помним, что человеку была дана сила и было дано поручение назвать, дать имена животным. Животным. Что значит дать имена животным? Человек должен был увидеть животное, понять что-то, но понять просто – это одно, понять что-то для себя. И материальный мир, который его окружает, человек познавал со стороны отрицания. В каком плане? Сейчас попробуем представить себе. Вот прежде всего, прежде всего вопрос. Без вопроса, без вопроса невозможно ничего. Как говорил Аристотель, познание начинается с удивления, которое в душе. А Лиавдель, можно сказать, Равдель Цартлин говорил о плеяше бенефиш. Ну, близко, наверное, удивление, которое в душе. И вот суть человека в том, что он видит мир, окружающий его, и не остается равнодушным. Он говорит либо «вау», он либо говорит «что это такое?», как это понять? И это свойство души, которое есть у человека. И которое он не имеет, конечно, права заглушать в себе. Мы с вами помним, что в пасхальной Агаде самый тяжелый тип ребенка – это даже не злодей, а тот, кто… Миша иною де алишоль, тот, кто не умеет, не знает, как спросить, не хочет спросить, у него нет вопроса. Ему тоже надо попытаться разъяснить, но это самый тяжелый случай для того, чтобы поговорить с человеком. Если у человека нет вопроса, ему трудно что-либо объяснить. И вот мы понимаем еще раз с вами, что «ма» в этом плане, что это? Это сущность человека, его неравнодушие к окружающему миру, его желание, даже необходимость задать вопрос относительно того, что он видит. Вот представим мы себе с вами, что он видит верблюда, на иврите «Гамаль». И он думает, что это за кое? У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Верблюд попил, верблюд поел, и он, допустим, 40 дней, он идет на автономном режиме, через пустыню, и ни в ком не нуждается, ни у кого ничего не должен просить, работает на собственном запасе. Гмела, как вы помните, на иврите – это отрывание, оторвать от чего-то. Вот лигмоль, женщина отрывает ребенка от груди, есть гмела мисамин, есть отрывание от наркотиков, от привыкания к наркотикам. Но нас, понятно, интересует, что это понятие как бы вошло в название животного. Он – «Гамаль». Он тот, кто работает на автономном режиме. Человек смотрит на это и говорит, что это такое. Он понимает, что это такое, и он говорит, идет со стороны отрицания, говорит, я не должен быть таким. Я не должен на 40 дней отрываться от Всевышнего. чувствовать себя самостоятельным, что я не нуждаюсь в источнике моих жизненных сил. Более того, я, в конце концов, на секунду не должен отрываться от Всевышнего. И это я выучил, идя со стороны отрицания. Как бы мы можем так сказать про Адама. И дальше мы можем с вами разобрать многих и многих животных и понять, чем занимался Адам, когда он давал названия животным. Понимал их, определял их качество, качество животных оказывались отрицательными и указывали на то, что есть заложено в самом человеке, то, что он должен преодолеть. И вот это как бы то, что и есть. Наполните землю и овладейте ею, землею, и в каком плане, прежде всего, правьте рыбами, и птицами, небесными, и животными, и всеми, кто присмыкается по земле. Все это есть как бы у вас самих, и это вы должны преодолеть. И в этом человек, в этом человек преодолеть дурное, преодолеть дурное, преодолеть отрыв от Всевышнего, преодолеть дурные качества, и в этом есть есть сам человек. Он смотрит как бы человек смотрит на змея, как мы можем представить себе, может быть, это реально так не случилось, со змеем он не очень справился, да, и нахаж от слова хуш, чувство, поставить чувство прежде разума, идти за чувством, да, потом он смотрит на коня, конь, символ гордости, гордыни, он отрывается от земли, так, скажем, летит над землею, есть осел, которого невозможно сдвинуть, и человек говорит, я не должен быть таким по отношению ко Всевышнему, ко Всевышнему, я не должен служить ему из страха, когда меня бьют, и не должен идти за морковкой, когда мне ее вешают перед носом, я должен служить Всевышнему из чистых побуждений, вот, и так далее, и так далее, и как бы каждое животное, можно из него извлечь какой-то урок, и это задача человека стать выше материи, выше материального мира, и это сущность человека, это сущность человека, посмотреть, увидеть, проанализировать, задать вопрос, и подняться выше, выше низменных инстинктов, и это, это и быть человеком, и мы понимаем, что очень часто это проявляется в труде, в честном труде, когда человек, когда человек не просит у других, когда он старается быть независимым, когда он старается заработать сам, заработать честно, не обманывая, не отбирая, не отбирая у других, он как раз вот и занят преодолением, преодолением вот этих всех моментов, и обрабатывая землю, собирая урожай, вступая в отношения с другими людьми, в торговые отношения с людьми, здесь он здесь он формирует сам себя. Я уже не говорю там о других моментах, о творческих моментах, о постижении, об упорстве понять окружающий мир, но хотя бы вот так вот в честный труд, он очень-очень важен. Наши мудрецы говорят, что праведники дорожили своим имуществом, приводят в пример Якова, который ночью переправляется через реку для того, чтобы собрать кувшины, какие-то кувшины, которые он оставил и забыл за рекой Ебок, после того, как он уже все в семью перевел на противоположный берег, ему нужно забрать эти кувшины. Почему нужно забрать кувшины? По простому смыслу, потому что праведнику очень дорого его имущество, он в этом имуществе видит благословение Всевышнего, которое дано за его честный труд. Давайте попытаемся с вами соотнестись с Яковым еще раз и посмотреть, что он говорит Лавану о своей работе. Это уже он говорит правда, ну да, говорит Лавану о своей работе. Он говорит ему так в Берешит. Я уже 20 лет с тобою и твои овцы и твои козы не выкидывали и тучных баранов твоих я не ел трефа растерзанная я не приносил тебе. Все это было на мне и с меня это все взыскивалось. То есть он Яков рассказывает о своей работе пастуха. Гордиться он этим не гордиться это не так важно. Это неotъемлемая его сущность. Это честная работа такая что он даже берет то что может быть то что он не должен за это платить как говорится что если это растерзал волк то это лежит на пастухе потому что пастух может отогнать волка. А если растерзал медведь то это не лежит на пастухе потому что пастух не может вступить в единоборство с медведем. Так он говорит, что все растерзано я брал на себя, Яков, и из моей руки ты спрашивал, и все украдено, я не говорил, что у меня украли, и не просил, чтобы ты взял это на себя, ту кражу, которая была, я все сам платил плам. Днем ли украли, ночью ли украли, есть разная ответственность у пастуха, я все брал на себя. И днем меня поедала жара и холод ночью, и не спал я для того, чтобы хранить твое стадо. Так Яков рассказывает о своей работе, и мы можем представить себе, что такое человек, какое его преимущество в труде. Достойное существование, честное существование. Это его, это его преимущество в том труде, которым он трудится под солнцем. если люди не будут стремиться к честности в рабочих отношениях, то не может существовать и государство, как мы представляем себе сами. Очень хорошо, что устойчивость государства зависит от степени коррупции в государстве. Но есть что-то большее, кроме практического, как бы вот практической такой посылки в честности. И для того, чтобы представить себе, мы можем вспомнить с вами рассказ о Канте. Может быть, нужно говорить для Авдиль, не знаю, наверное, Кант в конце, в конце жизни он был тяжело болен, был, был, скажем, да, уже его дни были сочтены, пришел к нему врач. И Эммануэль Кант встал перед врачом. Врач требовал от него, чтобы он, чтобы он сел, чтобы он лег. Он ему ответил, я еще не вышел из человеческого общества. Я еще принадлежу человеческому обществу. Для него принадлежать человеческому обществу, это было быть высоко моральным человеком, включая и предельное уважение к другому. Настолько это было для него принципиально, что он даже был готов рисковать своим здоровьем остатками дней своей жизни, но не уронить человеческое достоинство. Это вот то преимущество человека во всех его трудах. Человек формирует себя своим трудом. Можно не говорить и о, можно сейчас не говорить и о заповедях, можно не говорить о знаке, которую дает человек. Это как бы выходит за пределы, наверное, выходит за пределы этого стиха, когда царь Шламо говорит «ма и тарон адам». Какое преимущество человека? А мы читаем с вами, понимая его, как бы, понимая его хитрость, или понимая его шифр, мы с вами читаем «ма и тарон». «Ма» – это есть и тарон, это есть преимущество. «Ма» – матрии человек, это есть преимущество. Вопрос, вечный вопрос человека в душе, как поступить порядочно, как поступить правильно, это и есть преимущество человека, великое преимущество человека в его трудах. И вот мы с вами посмотрели Якова, а сейчас мы посмотрим с вами еще одного, так сказать, шифровальщика, который нам зашифровал в одной фразе, зашифровал целый как бы моральный кодекс. Это Елеля Закензи, Елеля Старший в Мишне, в Масехе того, в первом перехе, он нам говорит так, «У, а я умер», о нем известно, или что он так говорил, «Им эйн ани ли ми ли». Если я не себе, не для себя, то кто мне? Человек должен заботиться сам о себе, о своем пропитании, обеспечивать сам себя. Если я сам себе не сделаю, то кто мне сделает? А когда я для себя, у кишеля они ли от сми, ма они, а когда я для себя, то что я такое? Ну, есть добавка, которую мы с вами будем разбирать, очень важная, если если это не сейчас, то когда? Мы уже с вами чувствуем, что здесь есть такой тоже кодовый язык, потому что на ми, как мы с вами говорили, можно представить себе это имя Всевышнего. Давайте соотнесемся здесь с этим, с тем понятием, которое будет книга Зор, книга Зор вовведение и рассматривает вопрос, который есть в пророке Ишаяху ми бара эле, кто сотворил это? И книга Зор начинает разворачивать и говорит, что есть верхний предел небес, это верхний предел небес, там, где есть вопрос, но там, где нет ответа. Понятно, что верхний предел это не в километрах, это не стратосфера, это духовные понятия верхний предел, это там, где можно там, где можно задать вопрос, но нельзя получить ответ. Кто? Если этот вопрос направлен на Всевышнего, кто он? То понятно, что вопрос можно задать, а ответ получить нельзя. Дальше книга Зор разворачивает таким образом, что ми слово ми кто она превращает в имя Всевышнего. Как вопрос может быть именем? Как тебя зовут? Меня зовут кто? Или как тебя зовут? Меня зовут почему? Что это такое? Это не игра, это не шутка с читателем, а это намек на то, что вопрос, задаваемый вопрос, он нередко может быть ответом. Человек бьется, бьется, бьется над каким-то вопросом, он, может быть, и ответ не получит, но он раскроет для себя очень многое в том направлении, в котором он бился, продвинется, окончательный ответ не получит, но продвинется, или как-то придет к какому-то другому, более глубокому пониманию, чем то, с которого он начинал. Поэтому книга Зоур нам говорит, что слово ми – это имя Всевышнего. Кто это имя Всевышнего в том смысле, если ты будешь задавать этот вопрос, ответа на него нет, но пониманию Всевышнего, пониманию духовных сущностей ты приблизишься. Тогда мы понимаем код, который здесь закодировал Елель Старший. И он говорит так, «Если им эйн они им эйн они ли мили, если я не для себя, то есть я то, что я делаю, я делаю абсолютно устранившись от эгоистических побуждений, все я делаю Лешем Шамаем, тогда Всевышний, имя которого ми, да, кто, не знаю как, не знаю что, но он позаботится обо мне. Я служу ему, а он позаботится обо мне. Если я не для себя, то ми для меня. А когда я для себя, что я такое? если я делаю для себя, если я занят, если я делаю для себя в том плане, что я занят своим исправлением, что я стремлюсь исправить себя, то я нахожусь на уровне Ма, я человек, Адам, который занят исправлением. Итак, если я полностью решен эгоизмом, Всевышний делает для меня. Если я старый минус исправить себя, то я на уровне Ма, Адам. Это такой язык царя Шламо, на кого он рассчитывал, на свое поколение, на следующее поколение, трудно сказать, но понятно, что мудрецы, которые жили в его время, жили в Ярушалайме, в городе мудрости, понятно, что они очень хорошо поняли, очень хорошо поняли его, поняли, его такой скрытый язык. Здесь я хочу остановиться и спросить, есть ли вопросы. Так, вот я делаю Stop Share, я вижу всех вас, хорошо, значит, тогда я делаю еще раз Share, да, и и пытаюсь открыть для вас еще один кубец, еще один файл, вот, и хочу соотнести с вами, понимаете, не представляет совершенно возможным пройти всю книгу Кагалит, предложение за предложением, у нас это займет наверное несколько лет, как вы чувствуете, да, я стараюсь выбрать самые яркие моменты для вас, да, и вот также здесь в пятом перике есть интереснейшая посылка, с которой опять же соотносится книга Зовр совершенно неожиданным образом, да, вот здесь в Кагалит пятом перике в пятой главе в пятом предложении говорится, да, альти тэнэн пиха лахти и псалэха, не давай твоим устам вести в грех твою плоть, да, да, амалах кишгага и, да, не говори перед ангелом, что это ошибка, ламликцобаэлоким алькулеха, зачем Всевышний, зачем Всесильный будет гневаться на твой голос, зачем тебе самому причинять, чтобы Всевышний разгневался на твой голос, да, хибэль это маасэ и адэха, зачем ты сам поразишь дела рук своих, да, вот, или, наверное, можно сказать, что он поразит дела рук твоих, да, он тебе не даст успеха, так как разгневается на твой голос, здесь совершенно потрясающий момент, который заложен в общем-то в иудаизме неявным образом, давайте начнем с того, что мы можем представить себе, что у нас в нашей традиции, в нашем законе жертвы приносятся только за ошибку, злодейское преступление не предполагает того, что жертву, что человек может искупить свое преступление жертвой, как быть, да, человек совершил преступление, потом он раскаился, решил, что он это зря это сделал, вот, сделал злодейски, совершенно намеренно, а потом решил, что это все было зря, что же ему делать, да, что хочет, пусть раскаивается, да, пусть просит прощения, если это относится к какому-то другому человеку, пусть просит прощения ко Всевышнему, если это закон, связывающий человека и Всевышнего, что угодно, раскаяние, пожалуйста, да, но, и раскаяние принимается, но жертва не принимается, жертва принимается только за, только за ошибку, да, и вот тут возникает вопрос, да, а если человек ошибся, что же ему приносить жертву, зачем ему приносить жертву, да, вот, допустим, он, допустим, суббота, человек не знал какой-то закон, да, допустим, не знал, скажем, забыл, да, забыл, что в субботу нельзя зажечь огонь, забылся, зажег огонь, да, вот, и это по закону Торре теперь ему полагается принести жертву, но за что? Он же не, он же не, он же сделал по ошибке, и тут включается очень интересный механизм, или очень интересное звено в наше, в наше с вами рассуждение, да, оказывается, что ошибок не бывает, да, вы, наверное, знаете, помните, такое выражение, как фрейдианская ошибка, но Фрейд читает, что ничего, никакие, скажем, оговорки человека, они не бывают случайны, любая оговорка свидетельствует о том, что у человека было в подсознании, да, любое действие, которое он сделал по ошибке человек, он не сделал по ошибке, это результат его предыдущих, предыдущих размышлений, предыдущих каких-то ошибок, да, вот, то есть нету ничего, нету ничего случайного, да, и это прежде всего отражено в нашем законе, а потом уже Фрейд до этого додумался, наверное, также не без помощи тех учителей, которые его учили иудаизму, да, вот, и на этот очень-очень-очень интересный момент поучительный в плане жертвоприношения, что человек должен брать на себя ответственность за ошибку, да, и здесь царь Шламов как бы доводит это вот такой очень объемной общей картины, да, и он говорит, да, вот, представь себе, да, что ты перед ангелом или перед пророком, никогда, и он тебя упрекает, да, говорит, и так-то, и так-то, и так-то сделал, да, взял чужое, допустим, да, нехорошо поступил, никогда ему не говори, это по ошибке, я же не знал, что это чужое, я же не думал, что это что-то важное, не знал, что это кому-то принадлежит, я по ошибке, царь Шламов говорит, никогда не говори по ошибке, перед ангелом, перед пророком, и, конечно, имеется в виду перед самим собой, никогда не говори по ошибке, да, в современном мире что-то похожее, не то же самое, скажем, не такую же ситуацию, а что-то похожее, рассмотрели бы как умение или необходимость, ну, скажем, умение брать на себя ответственность за свои поступки, здесь она доведена до крайности. В книге Зоор приводится пример Давида, да, который, который, в случае с Батшевой, да, когда его упрекал пророк Натан, он не стал говорить, я по ошибке, я думал, я так-то и так-то, да, у меня была высшая, высшая цель, я хотел привести в мир ребенка, который построит, построит храм, который, может быть, вообще весь мир исправит, вот это не так просто, есть, да, вот я хотел привести в мир такого ребенка, он ничего этого не сказал, ничего не сказал, никаких оправданий непрямых, некойственных он не сказал, он сказал одно только слово хатати, я согрешил, не искал никаких оправданий, да, вот, и, скажем, да, это совет царя Шламо, да, такое глубокое, морально-нравственное наставление, очень общее, очень глобальное, стремящееся к такому абсолюту, но мы, как видим, не висящее в воздухе, а у которого есть корень в Торе, да, так, хочется что-то спросить, скажите мне, есть вопросы, есть вопросы по изученному, пожалуйста, есть в Канахе сохранилась реакция современников Шлома на его Когели? Да нет, как-то не видно как-то, да, ни реакции современников, ни нашей с вами реакции не очень видно, да, мы как-то не очень-то пытаемся пробить эту книгу, безумно тяжелую, извлечь из нее, извлечь из нее уроки, подумать над ней, да, вот, как мы с вами в прошлый раз говорили, представить себе, что преимущество человека над животным, это, так, грубо говоря, связь с бесконечностью, посылка потрясающая, да, как бы все остальное, оно очень мелко, не имеет значения, да, только прямая связь со Всевышним, прямая, искренняя, выходящая за рамки всего материального, это отличие человека от животного, да, одно размышление только над этим, я думаю, что оно нас очень сильно возвышает, да, сегодня, представить себе, в чем смысл труда человека, в честном труде, да, в, да, в честном труде, в чем смысл жизни, в достойной жизни, да, как это представить, как это связать с Торой, как определить роль человека в Торе, мы, к сожалению, мы над этим не размышляем, да, я вам скажу по секрету, между нами, да, вот, и дальше не передавайте, да, я не самый умный на свете, да, я готовлюсь к урокам, да, и я пытаюсь, как всегда, как это, как это, может быть, очень по-человечески, так, я пытаюсь найти что-то готовое, да, я прослушиваю массу материалов, да, вот, прослушиваю массу материалов, и я ничего не нахожу, ну, какие-то крупицы, какие-то подсказки, там, да, то, что касается кавелет, все кончается обычно на первом занятии, на общих посылках, второго занятия, второго урока ни у кого нету, да, вот, поэтому, как бы, да, как говорят, прежде чем спрашивать нашло это отклик у его поколения, давайте спросим, находит ли это какой-то отклик у нас, да, вот, и может быть, вам немножко уже это как-то навязло в ушах, вот, но я повторяю одно и то же, да, я призываю вас сделать ту работу, которая на протяжении поколений, она не, не была сделана, а какая работа, да, взять наши тексты, увидеть их глубину, и довести до, до простого понимания, по крайней мере, там, где можно, да, до простого понимания, избавиться от ошибок, избавиться от пустых, от пустых разговоров, которые ничего не дают, да, и постараться вскрыть наши тексты в том плане, который затрагивает душу, дает что-то разуму, вот, влияет на нас и влияет на наши, на, на окружающих, да, так что, если коротко ответить на ваш вопрос, я... Да, тогда я второй вопрос, да, хорошо, мое ощущение, книга чрезвыч, трагичная, при том, да, при том понимании, так сказать, вообще практически почти выше человеческих возможностей, она трагична, по своей сути, поэтому, собственно, и спрашивают, как его восприняли современники, и в конце концов, скажем так, с наших позиций сегодняшних, что все уйдет, не ушло, я, например, Бен Шлома, мой отец Шлома Бен Давид и так далее, а мой деток, он был перед пищей конторой, не ушло же это, его наследие, почему такая трагичность, или это уже вызвано тем, что вот вопрос мой прошлый раз был, что ему сказано было, что его храм будет разрушен. И здесь я бы как... Трагедия или общечеловеческая трагедия, вот так скажем. И я думаю, что это, я думаю, что это наша трагедия, трагичность этой книги вы совершенно верно подчеркиваете, потому что оптимизм ее очень скрытый, безусловно, там есть оптимизм, но он очень скрытый, и, конечно, трагичность, она даже такая, я бы сказал, давящая. В чем проблема, как представляется? То, что ваш дед был переписчиком Тора, это замечательно и прекрасно. Речь идет о другом. Давид, Давид завоевал всю землю Израиля, Давид завоевал Иерусалайм, царь Шламу построил храм и превратил землю Израиля в цветущий сад, буквально цветущий сад, когда у всех был, он видел определенные недостатки, много не удалось достичь, и все, но вы представьте себе, мощнейшее государство, нету войн, есть суды, есть суды справедливые, жизнь, жизнь как бы налажена, есть общий достаток. И что? И что? Вот он обращается с этими словами Кагелета к людям и говорит, если вы будете упираться в материальное, то это не принесет, не принесет вам никакой радости. Кто что его понял, никто не понял. Он умер, сразу раскололи государство. Ты, говорят, ты, говорят, нас, твой отец угнетал нас сильно. Человек, который, у которого нету опыта, который поступил не мудро, оступился, так ему сказали, прощай, говорит, дом Давида, прощай, говорит, до свидания, по шатрам своим Израиль, да, и все разрушили одним махом, одним движением руки, да, то есть ничего не поняли. И царь Шламов был прав, да, все, все пустое, все, все парта, как бы, если в этом плане смотреть, не вдаваться в каббалистические, да, вот, в каббалистические посылки, да, что мы можем из этого извлечь сегодня? понятное дело, самое, самое прямое и самое непосредственное, да, мы видим перед собой страну, почти в тех пределах, которых ее завоевал Давид, мы видим благословение, мы видим цветение, цветение земли, мы видим те чудеса, которые делает для нас Всевышний, а если даже кто-то не видит чудеса, он видит то благополучие, которое нам дано, и это после чего? После катастрофы, которая так, но в таком черном юморе, позвольте мне сказать, мелкий эпизод из тех, тех страданий, которые у нас были в Галуте, да, как многие говорят, катастрофа – это естественное завершение всех тех преследований и всех тех издевательств, которые евреи терпели, по крайней мере, в Европе, то, что нам больше известно. И мы видим все это чудо. И что? И мы ставим страну в положение, когда мы снова должны бороться за свое существование, когда все может рухнуть, да, и все может развалиться, и кто и когда будет начинать это все сначала, совершенно непонятно. То есть, и мы просто, просто не видим того благословения, которое дает нам Всевышний. В свое время он дал это через сломо, через храм, через царя. Никто не увидел, всем было важно, что они тяжело работали на строительстве царского дворца, строили дома для его жен. «Хорошо, зря он это все сделал, ничего не получилось с этими женами, зря люди тяжело работали». Обиделись, обиделись, все развалили. Ничего не увидели, благословения Всевышнего не увидели, да, уперлись в то, что царь заставлял их тяжело работать, гонял их на строительство храма, там по месяцу, по два они были вне дома, да. Ужас, кошмар, да. Это мы с вами, они ничего не поняли, да. Вот он им сказал, все развалится, будете видеть материальную, да, только будете видеть матчасть, да, все развалите, да. Это то, что он им, то, что, то, что хотел сказать, да. Вот. И при этом, естественно, невозможно видеть вещи таким совершенно в черном свете, и он спрятал внутрь высокую мораль, поучение, оптимизм, да, все он это, как бы, царь шламой это сделал, да. И вот, и так же, как его поколение не, не увидело, да, то, что рознь, вражда, дележка, материальных ценностей, да, все это приведет к катастрофе, так и мы сегодня не видим это, да, не, вот, не извлекаем, не извлекаем никакой урок, да, да. Я был бы гораздо более оптимистичен, Друзей. Ну, хорошо. Здесь, это уже позитивно, и я, например, Куэллетт не воспринимаю такой прямо с тайной книгой. Мне кажется, все сказано, я ее читал еще до того, как читал все остальные книги Танаха. Она уж, уж то, что она очень находит отклик, ну, так сказать, не знаю, у светского человека, у нерелигиозного, абсолютно просто прямым текстом все сказано, пиши там, не знаю, взять какой-нибудь там, ну, даже возьмем там, Сахарию, например, вот. А смысл в конце, он прямо подводит, не надо никуда даже далеко идти, он в конце все прямо идет, просто когда светский не очень, ты понимаешь. А здесь написано все, послушаем всему заключению, Бога бойся и соблюдая его заветы, потому что в этом вся суть человека. Точка. Точка, да. Это правильно, да, я хотел к этому сегодня прийти, посмотреть, как мудрецы к этому относятся, с разных точек зрения, смотрят, что значит в этом весь человек, да, безусловно, вы правы. А можно мне Равзеев извинить, пожалуйста, я хотел просто... Я секундочку, я просто... Да, все-все-все-все. Нет, нет, час, одна секунда, я хотел просто Дмитрию уважаемому ответить, да, это, знаете, как... Это напоминает разговор о том, как один физик сказал Равину, ну, что там долго учить, суть, оно всего в одном, да, возлюби ближнего своего, как сумовой себя, на что ему Равин сказал, да, это тоже вся эта астрофизика, что там долго учить, все входит в это, в одно предложение, twinkle, twinkle, little star. Так что, нет, я согласен с вами, согласен с вами, что есть прозрачность, есть наставление, да, это я согласен, при этом есть, при этом есть и глубина, и уж нельзя отрицать, что есть и переживания за свое поколение, по крайней мере. Окей, ладно. Елена, если можно, пожалуйста, да, я перебью вас. Не, не, я просто тоже по поводу, что Дмитрий сказал, что я тоже читала это когда-то, еще не будучи знакомой с чем, и на мой взгляд, это, конечно, очень увлекательно и очень интересно, но вводит это в какую-то реальную безысходность без того объяснения, которое вот мне лично просто глаза открываются, честно говоря. Единственная проблема, как это соединить с практической жизнью, как вы говорите, смысл в честной работе и как все это объединить на практике, вот тут уже проблема. Ну, да, понятно, да, и вот я тоже думаю, что самая трудная заповедь в иудаизме это не воруй, самое тяжелое, вот, но это в шутку, но и понятно, что здесь планка, может быть, очень высокая и все, ну, так что, по крайней мере, как-то какие-то контуры видны, мы понимаем что-то, представляем что-то для себя, если даже там, скажем, такая цель уж полной чистоты во всех делах она недостижима, ну, по крайней мере, ты понимаешь, что это очень высокая цель стремиться к этому. Окей, ладно. Равзе, а можно технический вопрос сейчас? Да, пожалуйста, да, да, да. Вот вы еще на первой лекции упоминали, и на второй, я потом ее прослушал, не было ответа, что Шламоза читал на Шмине Ацеры, а мы вот это откуда знаем? Это где-то в Гмаре упомянуто, или как? Откуда вообще вот эта информация? И сейчас я, мне кажется, что это, мне кажется, что это в Гемаре, если я не ошибаюсь, это в Гемаре. У меня настолько, я посмотрю, я посмотрю, знаю, где посмотреть, есть Турат Мема, есть у нее комментарий на Каэле, там он приводит источники, я постараюсь выяснить, да, как бы, но в данный момент, кроме того, что сказать, что это вообще принято, как бы, мне трудно что-то сказать, вот, но источник я найду, обязательно постараюсь. мягкий. Хорошо. Да. Спасибо. Ну, ладно. Хорошо. Значит, на этой оптимистической ноте тогда мы с вами закончим, если нету еще конкретных вопросов, вот, я постараюсь прислать вам, вот, что, какой-то дополнительный материал к этим занятиям и так далее, вот, ну, надеюсь, что, по крайней мере, связь имени Адам и Гематрии, который выводит нас на вопрос МА, я думаю, что мы с вами усвоили, да, что человек, человек без вопроса не человек, без поиска, без поиска того, как сделать лучше, более морально, более высоко, вот, без вопроса нету человека. Хорошо. Ладно. Всего самого-самого доброго. Вот. Мы сейчас Натану попросим Продолжение следует...